Спортивное мероприятие и урок истории малой родины. Уже пятый год в станице Ленинградской в мае проводится православный велопробег. Дорога к храму – так называется акция, которая стала ежегодной. Нынешний велопробег собрал более 40 участников. Уже пятый раз в майские дни двор трехсветительского храма заполняют не совсем обычные посетители. Форма одежды спортивная, хотя задуманная акция предусматривает посещение храмов, где, как известно, действует трескот. В данном случае девчонки ограничились платками. Сегодня они не просто прихожанки, а участницы велопробега по памятным местам малой родины. По плану – старт от храма, но сначала экскурс в историю. Настоятель центрального храма станицы Ленинградской Николай Чмеленко рассказал о непростой судьбе православного прихода трех святителей. О разрушенном в 30-е годы красавце храме и построенном 10 лет назад новом благочины Уманского округа церквей поддержал ежегодную православную молодежную инициативу. Как водится, за любое доброе дело помолясь. В помощи Божия вам, ангела-хранителя, в пути. Спасибо, священник. Станичный трехсвятительский приход – это еще и войсковой храм Ейского казачьего отдела Кубанского войска. Исторически Ленинградская, в прошлом Уманская, была центром Ейского отдела. Войсковой священник, духовник храма Игорь Тихновецкий рассказал об истории установленного памятного знака, погибшем в годы репрессии казакам. Велопробег своего рода открытый урок по истории. Это уже пятый молодежный православный велопробег – дорога к храму сынов и дочерей Отечества. Участники все желающие – студенты, школьники, кто-то по зову души, кто-то себя проверить на выносливость. Потому что я люблю спорт, мне было очень интересно поучаствовать в данном мероприятии, потому что я не участвовала еще ни разу. Мне самому интересно посмотреть, что за места и кто же хочет принять участие в таком мероприятии. Поддержали идею и сотрудники госавтоинспекции, обеспечив велосипедистам безопасность в пути. В этот раз на призыв принять участие откликнулись около 40 человек. Учащиеся 6-й и 12-й школ, студенты организовали свои малые группы. Подтянулись и новички помогли в распространении информации в соцсети. Главная цель велопробега – посещение особых памятных мест, памятников, мемориалов, посвященных Великой Отечественной, а также посещение православных святынь Станицы Ленинградской. Инициатор проекта и организатор – священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви Русской. Руководитель молодежного православного центра «Уманский благовест» убежден – не только слово, а в первую очередь дело воспитывает молодежь. Интересное путешествие в компании единомышленников – это лишь на первый взгляд альтернатива пустому времяпрепровождению. Второй момент – это и духовный вклад в себя, как минимум. Третье – это уважение нашим предкам, дедам. Как минимум, это здоровый образ жизни, себя проверить. По пути исследования путешественники снимали все на видео, чтобы затем сделать очередной увлекательный видеорассказ в сети интернет о своих новых открытиях и достижениях. Стоит отметить, «Уманский благовест» давно и плодотворно сотрудничает с районным комитетом по молодежной политике. Не стал исключением и велопробег. Чтобы оценить масштаб акции, приведем цифры. Семь остановок в трех храмах и у четырех памятников. 13 километров пути и море позитива душевной благодати.